Африканские братья И вот эту церковь, как Юрий говорил, мы начали под деревом на проезжей части, рядом с большим шоппинг-центром. И происходили различного рода, различного плана вещи. И когда личности один вечер, ну, некоторое время они собирались тоже у нас в доме, и когда мы совершали определенную молитву, и мы просили, чтобы они отрекались от определенных идолов в своей жизни, Этой ночью я увидел, ну, той ночью я увидел видение. Я был в одном огромном зале. Из потолка этого зала на черных нитях спускались маски. Африканские маски – это демонические вещи, не храните их дома. И разные виды животных, и все. И я ходил по этому залу, и повеяло холодным ветром. И я увидел, как против меня вышла махина с двумя рогами, и очень длинное такое треугольное лицо с бородкой, такой как гозлиной, и такая здоровой, накачанной такой, как сильный дух колдовства. И он вышел, и это, ну, это было на английском, я посмотрю, и первое, что он сказал – «So far and no further!» До этого момента, до этого места и не дальше. Я ограничиваю тебя. И он сделал вот так рукой. И он говорит – до этого момента я тебя не трогал, но ты внедрился в мое царство, и вот она граница. Если ты ее переступишь, я уничтожу тебя. Я постоял, посмотрел, я понял, что не было время. Знаете, нельзя быть, как такой петушок задеристый. Нужно иметь мудрость. Для войны нужны советы силы. Не только силы, но и советы силы. Две вещи. И я сказал ему – «Я сейчас еще не в силах». Ну, вы можете сказать – «Тот-то во мне!» Ну, я понимаю, знаете, сильнее движать, как все там говорят, и потом как шапки улетают. И я говорю – «Я еще не в силах противостоять тебе, но я приду за тобой, и мы разберемся». И видение закончилось. После того, как это видение закончилось, я сразу увидел ряд других видений, где я выхожу на ринг, и там различные бесы. И я с ними дерусь и побеждаю. И когда я побеждал последнего, я сказал – «Иди и сообщи своему боссу, что я иду за ним». Ну, как Голливуд, такое в видении. Прошло несколько лет, и меня зовут служить черным людям, африканцам, в одно место, в одно поселение. И там набирают, ну, группа людей, и мне попросили поделиться свидетельством твоего оккультного бывшего влияния, ну, в колдовстве, то, что я был там, в магии, во всех этих вещах. И как это, ну, как Христос спас тебя, и все. Ну, я пошел тут, там было сколько человек, 30-35, был такой, как класс. Я поделился свидетельством, все. И после этого я решил, что я за всех помолюсь и благословлю их. И там были парты разные, и они вот так вот в две шеренги стали. И я начал ходить, возлагать руки на всех, молиться, там, кое-что пророчествовать. И тут я подхожу к одной личности, имя его Давид, я помню. Я подхожу к нему, я начинаю возлагать руку, молиться, и все, кто вокруг, начинают вот так отходить от него в сторону. Христиане, ну, интересно. И он стоял вот так, как бы облокотившись на парту. И когда я начал молиться, я думаю, ну, там интересно все. И он затрусился, и потом он поднимает вот так голову, взгляд. И я вижу эту личность в нем. Рога и вот эти глаза. И люди-то не знали, что происходит. Я говорю, вот мы и встретились. Но теперь ты на моей территории. И теперь я уже говорю тебе, доселе! и не дальше! Он там продолжает. И я так его, и сяк его, и вон, и пошел, и ничего. Но он не реагирует. Христиане в стороне с меня. Ну, ладно. Я говорю, господь, штанина, штанина, господь, штанина. И я слышу, рога ему, сбей, рога. Рога это символ силы. Сбей рога ему. Я говорю, именем Иисуса, прямо сейчас я сбиваю твои рога. И это был единственный случай в жизни, когда я молился за освобождение, когда личность схватила меня и подняла меня в воздух. Боюсь, что я иисуса, и он поднял меня и попер куда-то. Господи, подкрепление, господи! Я попросил, я попросил этот, архангела, архангела Михаила посылать! Боже, архангела Михаила посылать! И после того, как я сказал архангела Михаила, эта личность остановилась со мной так, посмотрел куда-то и говорил, ты видишь? Ты видишь его? И уже ситуация начала меняться и в результате эта личность вышла с него. Он стоял вообще после этого, вообще не знал, кто я, где я, что я, как, откуда я здесь и все. И после этого он принял Иисуса Христа. И верующие потом накинулись на него тоже, когда Архангел Михаил пришел. Я говорю, где же вы раньше были, друзья мои? Меня потащило. И он покаялся. И когда тот человек, который меня пригласил, он вез меня обратно, он сказал мне, что я знал, что это произойдет сегодня, после твоего свидетельства. Я знал, что это произойдет. Я говорю, что это за личность? Он говорит, что это за личность, которая заключила завет сильным, с духом колдовства. Он говорит, что обладал очень большой силой. Мало того, что у него там дан какой-то каратэ, какой-то пояс там все. Он заключил этот завет, и все его христиане боялись вокруг. Потому что он действовал колдовской силой. Ну и вот так вот, то есть в конце концов, наша встреча произошла. Было время, когда Израиль рванул, побежал от врага. Но был один человек, который на поле чечевичном поставил границу. И сказал, что он защитит это обеспечение. Чечевичное поле – это пища. И он не позволит филистимлянам пробиться. И он там стоял и защитил от них это чечевичное поле. Когда была борьба между Голиафом и Давидом, я хочу сразу сказать. Давида рисуют как какого-то мальчика восьми лет. Мальчик с пальчик, какой-то на большого дядю. Давид был качок. У него очень большие мышцы, если вы встретитесь на небе. Он, ему подошло вооружение Саула. Это не потому, что оно на него большое было. Он отказался воевать в нем. А потому, что он не опробовал его. И не привык. Вот почему он не взял это вооружение. Извините, он орудовал мечом Голиафа. И говорит, ему нету равным. Это мечок. Смотрите, какая тяжелая. И его рисуют. Он был юношей. Он не был пацаном в то время. Это личность, которая вырывала там из пасти. А рисует такой... Вот это вот как... Такой хлопчик. Хлопчнятку. И что происходило? Битва начала происходить в духе по поводу границ. Пророческое слово. Пророческая конфронтация. Апостольская конфронтация. Апостол тьмы Голиаф. Который держал в страхе целую армию. Израильтян. Включая царя Саула. Помазанного. Вы понимаете? Это была обязанность Саула. На тот момент. Сразиться с Голиафом. Но он тоже наложил штаны. И помните это все? Перед тем, как вылетел камень. Началась перепалка слова. Он проклял Давида своими богами. И сказал, что я порожу тебя. И Давид высвободил на него проклятие. Божье. Бог даст мне в твои руки, там, выклюет я, там, ну. И я как, он как, мне, я, ну. То есть, и после того, как он сказал. И что интересно, вы видели, он побежал на Голиаф. Мы никогда ничего не победим, если мы в окопе сидим и отбиваемся. Мне будут продержаться месичишку. Нет. Ты никогда не победишь. Вы никогда не, когда-нибудь вот видели в восточных инеемборствах в боксе, побеждал тот, кто только защищался. Никогда. 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 То есть, надо всегда атаковать. Надо всегда идти вперед. И Голиаф это дух страха. И большинство из просто, ну, многие из верующих, они просто боятся. И страх он демобилизирует, ну, иммобилизирует. Человек, он не сможет просто действовать и двигаться, когда он поражен страхом. И это главное, одна из главных оружий врага, это страх. Одна из главных оружий колдовства, это страх. И поэтому ситуации, которые возникают, когда ты позволяешь страху проникнуть в тебя, то есть, все остальное может, ну, может быть проблематичным. И тут мы видим одну очень интересную ситуацию. Первое царство, седьмая глава. Седьмого стиха. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израиля в массиву, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилева Самуилу, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу. И воззвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом. С еврейского гром – это прославленный голос в огне. Буквально. То есть у Бога есть оружие, гром. И навел на них ужас. Юрий говорил об этом. Навел на них ужас. И они были поражены перед Израилем. Вы слышали мы историю, как я навел ужас иными языками на человека, как он там рванул? Хорошо. И выступили израильтяне из массива и преследовали филистимлян и поражали их до места под Вевхором. Кто в тот момент был Самуил? Пророк, священник, судья. То есть босс, главенствующий, владычествующий, имеющий власть, имеющий милость, шагающий в одну ногу с Богом, знающий Бога, поклоняющийся Богу, личность. И тут он делает очень интересную вещь. И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между стеном и назвал его Эвен-Эзе, камень помощи. То есть берет физически каменюгу, называет ее пророчески и ставит, сказав, до сего места Господь помог нам. То есть он очертил духовную территорию, он очертил духовную границу. Задача сыновей Божьих ограничить дьявола в его функциональности, нашей способностью и нашей функциональностью. То есть это было пророческое действие, мы совершали утром пророческое действие. Положил камень. Давайте посмотрим немножко о камне. Кто есть камень? Камень есть Христос. Камень преткновения. Одно из помазаний пророка быть камнем преткновения и скалою соблазна, чтобы о тебе притыкались и о тебе притыкаются. Это исполняется функция Христа через пророческого служителя, потому что пророк намеренно оскорбляет разум, чтобы выявить, что в сердце у человека. И вот это то, что происходит в пророческом. Тот камень, который оторвался от горы без содействия рук, то есть сверх естественный камень, он упал, ударил в ноги из стукана. Эбен, 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 имя этого камня, Ав, отец, Бен, сын, живущий вместе в одном доме. Это что с еврейского значит камень, Эбен. Отец и сын, живущие в одном доме. это то, что поразит из стукана. Это наши взаимоотношения с Богом и то, что говорится, люди, чтущие Бога своего, усилятся и они будут действовать. Христос был тот камень, на который лег поспать Иаков. Положил, подстелил его под голову себе и потом помазал елеем, потому, что Христос помазанник. Это камень, который стал во главу угла и это дивно в очах наших. Вообще Божье строительство, оно дивное. Бог использует неординарных людей. Неординарный он всегда будет непредсказуемый. Что делает религиозный дух? Он делает всех в церкви предсказуемыми и он вычисляет любого религиозника и все становятся баранами, которые поступают одинаково и дьявол их выше и Бог вообще не боится а дьявол вообще не боится такую церковь. А Давид говорит упреди Бог всегда может нанести упреждающий удар. Неординарные люди ударить флагом по земле. Но представляете то есть если бы Юрий не был открыт для Бога потому что каждый поступает по уровню откровений не совершилось бы это пророческое действие. Кто-то бы это получил бы идею какую-то сказал что за ерунда такая. И какие-то вещи не были бы высвобождены. Самуил берет камень помещает и утверждает границу в духе. Мы также живые камни которые устрояют из себя дом духовный. Поэтому мы тоже камушки кто драгоценный кто полудрагоценный мы основание стены спасения нового Иерусалима. Основание стены люди это по именам апостолов названо 12 оснований 12 камней 12 имен апостолов. Вот почему без основания апостольского духа даже на небе все и на земле как и на небе. Поэтому пастерское основание будет уничтожаться Богом. Это не его основание. Пастер не имеет права заложить основание в церкви и он не предрасположен быть основанием. Это служение которое несет очень важную прекрасную функцию но извините это не я сказал не Юрий сказал это сказал Бог на основании апостолов и пророков. Ты можешь открыть как пастор 500 церквей но это не будет то что Бог сказал если это не будет на основании апостолов и пророков поэтому революция и реконструкция приходит вот почему здание не может получить не получит никогда ни славу ни силу ни царства ни война а какая война какая война пастор видит воинов в церкви в обычной а нет овец мы мятные овечки никто нас не пасет ну кто же нас спасет помните это мультфильм бедные овечки овцы блеют какая халель каково хаиль какой хаиль загон им никогда не перестает удивлять люди отождествляют вас отождествляют себя вообще с овцами посмотрите в лицо овце тупизом полнейший эти стеклянные глаза тупость нажралась и потом вот это сидит и вот поэтому вот это все да ну удобно в загонах пастушеским жезлом всех стоят кушают траву вы видели как овца воюет когда-то а лев да праведник смел как лев надо не просто овцой быть бог иисус говорит овцы слушают моего отождествления только по способности слышать голос божий больше ничего другого но это выгодно овец легко контролирует попробуй льва проконтролирует где-то он там лежит сидит мясо кушает попробуй подойди овечку кушает да кушает овечку да а Давид льва и медведи голыми руками за космобран то есть это не говорит о том как ты представляете это не мальчик был серьезное было действие серьезная сила понимаем дух божий давал ему также способности дьявол так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы израилевых и была рука господня на филистимлянах во все дни Самуила помощня всех держал духовно все поставил камушек никто не пройдет я сразу вспоминаю властелин колец you shall not pass все это духовные границы духовные границы духовная вот это вот это все что ну то что происходит враг усмирен потому что есть границы у многих людей есть нету границ вообще они не понимают для них понятия дисциплины не существует существует какая-то эфемерная благодать которая позволяет им делать все что угодно и потом отмазываться от этой благодати это брат мы по благодати здесь украли хорошо интересно то есть вот оно вот оно а дисциплина это не от Бога дисциплина это закон считается считается что это вы тут законничеством занимаетесь я что хочу то то и ворочу это первое что произошло усмирение врагов второе и возвращены были Израилю города которые взяли филистин восстановление того что враг украл забрал пришло возвращены были города которые взяли филистинляне у Израиля от Акарона и Дегефа и пределы их освободил Израиль от рук и был мир между Израилем и Амареями не филистинлянами то есть ребята посмотрели думали ну да лучше лучше не нарываться не тронь пока не воняет это то что враги должны думать о нас ну да вот это лучше этого льва не трогать потому что в прошлый раз сделали пару наших армий полегло поэтому ребята давайте как-то будем искать кого-то то есть лучше не трогать не будить его чтобы спокойно отдыхал вот поэтому это элементарное простое действие имело такой огромный эффект и такой гигантский результат в этой ситуации пророческая конфронтация апостольская конфронтация это все слова это все утвердить границы утверждены ли наши границы в семье нет утверждены наши границы вообще в нашей жизни разграничить бог дал предел всему предел морю чтобы оно не вышло из берегов то есть бог не беспредельщик есть определенный предел есть определенная граница сунулся получай и тем более он говорит умножению владычества его и мира нет предела на престоле давида то есть божье владычество постоянно умножается умножается как через нас через нас оно должно умножаться и последнее место писания я помню я помню Исаия 22 22 и ключ дома Давидова возложу на рамена его на плечи кого Елеакима сына Хелкина отворит он и никто не запрет запрет он и никто не отворит это повторяется в книге откровения да Иисус говорит сын Давидов который отворяет и никто 23 стих и укреплю его как гвоздь оригинал деревянный кул кулышек укреплю его как деревянный кулышек в твердом месте и будет он Бог берет кулышек деревянный он ничего вообще кусок какой-то деревь ничто он утверждает его на основании своего слова и чем становится кулышек читаем и будет он как престол славы для дома отца своего Бог хочет утвердить церковь Бог хочет утвердить свой дом мы будем завтра тоже говорить об утверждении один раз попросил Бог вообще надо спрашивать надо быть очень любопытным знательным я говорю Бог я хочу посмотреть под твой престол я его с под низа не видел я хочу посмотреть под низа потом завтра что там под низом колонны столпы колонны столпы утверждения то есть тоже ну рассмотрим завтра утверждение но этот колышек укрепит и он будет престолом славы для дома своего утверждения почему многие они когда человек не утвержденный в чем-то он колеблющийся поэтому Бог назвал Петра Петром потому что хотел чтобы он утвердился как апостол а он постоянно к своей прежней натуре Симоновской прибегал что значит тростничок там гнущийся на ветру Симона а и Симон 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 каждый раз когда Петр напорол чего-то его не называли Петром ему называли Симон вот поэтому и то есть человек в конце концов был стабильный и все равно где-то там с язычниками кушал а потом устранялся И Павел слава Богу обличил да А можно ли обличить апостола можно но надо самим быть апостолом и надо сделать это лицом в лицо Павел имел есть люди они все что угодно обличают для того чтобы обличать надо иметь власть друзья мои определенную ты не можешь так кого хочу того и обличу а здравствуйте я сейчас пойду генерала обличать мне сначала прапорщика пройти надо понимаете это вот царство там такое вот кого хочу а я поэтому я я вижу одну такую вещь что то что огонь хочет сделать это он хочет сжечь то что вы наболтали себе против себя и против других столько иногда мусора летает по орбитам вокруг нашей жизни этих спутников которые там дают дают о себе знать потому что наговорили гадости на других намолили на кого-то то есть вообще гнев там вы когда-то говорили замечаете какая мудрость приходит когда ты гневаешься неправильно это помазание демоническое приходит замечали прямо говоришь гадость и оно шишльется так гладко укладывается все так гладко укладывается это муж женат муж я выучил самый главный урок в жизни семейный и я советую всем мужьям его happy wife happy life счастливая жена счастливая жизнь я процветаю в служении потому что моя жена более-менее иногда время от времени счастливая если она скажет ты никуда не поедешь я никуда не поеду даже если мне бог скажет поехать вы понимаете она меня отпускает в поездке а не господь я могу одевать только то что она разрешит она моя таможня я могу носить и купить все что угодно но она говорит я с тобой тогда ходить не буду ты как клоу одеваешься слава богу и я знаю что если нету мира в семье какое служение какое служение беспорядок такой же и будет в служении ты должна мне подчиняться я твоя глава глава не в том смысле что ты господин ты должна мне подчиняться а ты должна должен любить меня как Христос любит церковь ты можешь требовать от меня подчинения если ты любишь меня как Христос любит церковь а иначе не пытайся куда-то влазить тем более греческие подчинения добровольное согласие с миром и любовью вот это то что знает подпиту подогнал я видел что 90% случаев дух и извели в мужиках а не в бабах я серьезно говорю всегда так общепринято что изавель где-то в женщине какой-то сидит в мужьях их больше как только ты начинаешь претендовать на ту власть которую ты имеешь ты ее потерял мгновенно потому что власть любовью как бы там приобретается вот она жена то есть надо какие-то границы расставить в семье поэтому у нас границы расставлены она не видит меня две недели когда я приезжаю я даю ей отдых неделю она может ехать куда угодно и я с малым сыном там вожусь и она свободна отдыхать все то что она считает нужным то есть определенные границы должны быть если человек не утвержден он никогда не сможет как гвоздь только тогда когда Бог утвердил меня как гвоздь в твердом месте я стал седалищем славы для кого для него потому что Господь не сядет покачнулась но Господь никогда не упадет но он на такой стул с тремя ножками не сядет понимаете и люди приходят закончили библейскую школу лелеют этот диплом там обцеловывают облизывают я закончил школу все и приезжают обычно в город как такие райханды бомки как такие бенихины приходят в город на пас все я закончил сейчас я здесь знаете что приходит разочарование приходит очень быстро Господь ставит на свое место потому что через гордых он не противится гордым что вы мне скажете здесь я вот закончил библейскую школу готов вот у вас вообще не приступить к обязанностям мусорник убери для начала у нас были ситуации я человека никогда не видел он уже с гитарой приперся в цель с гитарой уже готов было играть я говорю кто вы что вы откуда вы нечего здесь и потом я вот прославитель там все чудесно чудесно и что вы я говорю давайте познакомимся с вами пару раз там кофе хоть где-то попьем я хочу об вас узнать служение и происходит из взаимоотношений если не устроил взаимоотношения какое может быть служение там кости вот он взаимоотношения должны быть хотя бы в кости устройства божья должно быть где-то а потом уже служение такие прямо служаки и для 90% людей им нужно служить чтобы выразить себя свое эго это такие же эгоисты только они духовные еще хуже и для я умер для своего служения было время меня никто не приглашал я никому не был нужен я ныл грыз ног тебя мое помазание меня никто не любит я люблю тебя меня никто не хочет я хочу тебя Бог говорил я не для служения тебя отделил я для себя тебя отделил знай что Господь для себя отделил помазанника своего а люди мечтают чтобы выразиться и как только возможность появляется Бенни Хим но вроде ненастоящий вроде бы и пиджам похожий и штаны и жесты но это Бенни Хим нет а царь ненастоящий а царь будь проще и люди к тебе потянутся то есть зачем одеваться в кого-то будь тем кем Господь призвал тебя быть на самом деле я сказал давай и человека больше не было в церкви очень правильно да взаимоотношения важны кофе важно да общение важно больше не был цель потому что должно быть это не то что на гитаре ты хоть там виртуоз deep purple играешь purple там сам как purple уже фиолетовый все играешься это в дыму там что там ну и что это ни о чем не говорит нужно посвящение для того чтобы играть даже на определенном музыкальном инструменте и так далее поэтому я хочу закончить вот ну то что вот этим простым что нужно утвердиться утвердить границы чтобы пришло ну пришло утверждение вообще надо удовлетвориться в начале люди хотят кем-то быть особенно вот он знал а вот я пророк мне пророчествовали что я пророк что мне делать дальше плакать надо и сокрушаться и поздравляю добро пожаловать в пророческий клап клуб начинаются проблемы для тебя очень скоро с характером Господь будет работать я готов так побыстрее побыстрее да лет 15 лет 15 прежде чем Господь высвободит тебя и я сидел я умирал я умирал для служения понимаете потому что я хотел быть кем-то и ко мне пришел Бог и Он сказал если ты никогда не увидишь кафедры будешь ли ты служить мне нет я хочу быть на виду за кафедрой нечего мне делать умирай прошло еще несколько лет а меня ж посылали в Африку о церкви и ты совершишь пробуждение в Африке и в Кампучии и на Северном полюсе и ты покоришь народы и там столько стран назвали сколько не существует и я аж приехал как харизмат и пророчествовал и такой все готов был а там зима зимой там так сухо в Африке там нету дождей все все сохнет слизистая пересыхает и все и там когда ты ходишь одежда электризует тебя и ты к человеку прикасаешься разряд вот оно помазание пробуждение вот оно и потом я увидел что это через всех там происходит и я весь в служении служение служение и там есть мухи здоровые такие они летают и горят как огоньки такие не эти светлячки а летит и когда я молился в одном месте оу пробуждение там я спал на постели лежа а там вот такая колонна была эта муха ударилась колонной вот такой свет сейчас я открою глаза и передо мной появится ангел и вот это и для людей это становится идол и ты приходишь к Богу не ради него у тебя с ним сделка я хочу того а ради меня ты все это делаешь или ради кого не мне надо я вот хочу пришло время прославиться сыну по-человеческому и потом настолько тяжело было с этим призвание то есть огонь горит и я пошел в туалет отрекаться от призвания чтобы я сказал Бог я отрекаюсь и когда пришел в туалет Бог я и появилась рука и закрыла мне рот и я понял что Бог не хотел чтобы я отрекся и прошли годы до тех пор пока я не понял что мое наслаждение это Он не служение что мое удовольствие это Он мой экстаз это Он мое желание это Он пригласили тебя не пригласили да сто ты да хорошее служение плохое ты достоин ты уже нету а как я как я выглядел вообще знаете как муж там проповедует обычно женой идет ну как я сегодня нормально ты ищешь одобрение от людей поэтому служение еще далеко это Исаак которого надо принести в жертву и Господь обрезает не для того чтобы забрать служение а для того чтобы сердце прилепилось к нему а не к служению вот почему люди их только с ними служение и он в запой пошел потому что для него это была жизнь все служение нет а зачем мне тогда эта церковь нужна вообще потому что мы все приходим в церковь со своими эгоистичными кто-то мужика найти себе верующего кто-то сестру поджениться серьезно поправить бизнес поправить прическу исцелиться у нас у всех есть мне я мое не святая троица 666 я мне мое и и мы начинаем вот с таким вот таким служить и человека такого ставят на служение и приходят какие-то понты я так хотел служить все он Юрий знает приходилось и туалеты мыть в христианском кафе швабры не было на карачках тряпкой женский туалет удовольствие мужской отсутствие снайперских навыков приводило мужик в больших проблем и потом это все за этими мужиками вытер и ты приходишь туда в зал и сидят эти христиане о духовных темах извините скажу мы ссали правильнее лучше прежде чем говорить какие-то и все такие библии извините но то что есть то есть смирял господь я хочу слушать и поклоняться тебе и строил дом для сестры одной и надо было желоба поправлять и выстраивать и я висел на высоте 4 метров на ее чулках как страховка что-то ремонтировал чулки и привязывал женские и на расстоянии 2,5 метров на стене клал ракушку и ходил по ней по кладке потому что лесов не было отец говорит это чудо что ты и вот так вот господь смирял 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 и там же видели столпы покорение народа в вере знаете все эти вещи и Бог приводит тебя к концу самого себя потому что он не может использовать эту жирную гадкую мерзкую волнючую волосатую зеленую бородовчатую скользкую слипшуюся плоть плотяра она должна погибнуть не тело а вот это вот греховное вот это вот это я хочу своего моего и потом пришло время и я понял я свободен все что мне нужно это он приглашает не приглашает ну и что ну что вот он и когда это пришло поперли приглашение сразу поэтому бог удерживает что-то иногда до правильного времени он не хочет забрать у нас служение он хочет изменить нас в процессе и я знаю что если бы этого не прошло кто не прошел пустыню те упали соломон не прошел то что прошел давид он не прошел пустыню ему все досталось легко и даже со сверхъестественной мудростью он упал выдало поклонство потому что время миру и время в войне и он не проходил войну саул не проходил того что поэтому где мы проходим утверждение пустыня пустыня это неплохое место чудесное чудесное замечательное место пустыня написано для того чтобы смирить тебя чтобы узнать любишь ли ты господа бога тест не в том веришь ли ты в бога есть тест веры есть тест любви и этот раб он жил в доме господина со своими там приколами да 6 месяцев и он лет и он ждал когда эти 6 лет закончатся и наступал седьмой год высвобождения и господин приходил и говорил ты свободен и он говорил нет я никуда не уйду мне хорошо с тобой я люблю тебя я продолжаю служить я раб любви не потому что что ты бог для меня сделаешь люди говорят я прихожу на служение исцеления если бог меня не исцелит я пойду к бабке пошел к бабке понимаете то есть человек вот так ну и ты понимаешь что лишь бы подержаться за него я был на небе и бог говорит посмотри на твои волосы у меня выросли волосы чуть ли не до колен и я увиделся длинные волосы такие как у Самсона вау поэтому сестры там вам придется учиться быть сыновьями божьими но не волнуйтесь нам невестой придется учиться быть поэтому подкачиваем подкачиваем готовимся без гальта все как положено и не серьезно у меня жим лежа был серьезный у меня грудь была сейчас ну как чуть ли не с полголовы человек я когда одевал майку там все говорили на улице там когда ходил я приходил на пляж там женщины загорали без лифчиков я приходил становился рядом он было стыдно они уходили серьезно завидовали завидовали это такой таких неадекватных людей вообще господь выбирает почему ну они чудили там будут продолжать чудить в царстве божьей хоть можно там то есть ну дьявол не сможет просчитать людей которые водимы духом святым так бывает со всяким рожденным от духа ветер дышит где хочет поэтому молитесь об утверждении об укреплении для того чтобы быть престолом славы для него стать для него седалищем стать для него престолом стать для него столпом сделаю тебя столпом вот оно основа вот оно подкрепление утверждения столб утвержден в твердом месте и расставьте границы начните расставлять духовные границы и поймите что грех он связан с дьяволом но главная подпитка греха не дьявол а греховная натура люди не напиваются потому что черт с рогами кидается на них и заливает бутылку им в горло понимаете дьявол заставил меня напиться ты сам своей собственной рукой заливал себя с этой бутылки почему тут дьявол вообще ни при чем что выгоняли я бы такого не додумался да я бы такого не додумался олег забирай все представляете чудо свершилось закончилось я бы жил не послышал я бы Продолжение следует...